Добрый день! Для тех, кто меня еще не знает, меня зовут Витлтас. Я менеджер по проектам в Baltic VH Academy. Благодарю вас за участие в нашем веб-семинаре. Сегодня мы сосредоточимся на том, как проходит обучение по программе ATPL. Первый этап, как стать успешным пилотом, мы обсудили на прошлом веб-семинаре, анализировали, как выбрать качественную летную академию. Если во время семинара вам возникнут вопросы, пишите их в комментариях или по электронной почте во время этого веб-семинара мы узнаем все о программе ATPL. Увидим ее преимущества, детально пройдем по программе, увидим, что студенты делают во время обучения. Но прежде всего мы раскроем, что скрывается под аббреватурой ATPL. ATPL – это интегрированная программа подготовки пилота транспортной авиации. Говоря иными словами, это ускоренное обучение длительностью 2 года. Программа включает в себя не только приобретение необходимых теоретических знаний, но и практических занятий. Во время их студенты получают и отрабатывают навыки полета по приборам на одномоторных и двухмоторных воздушных судах. По окончанию обучения студенты получают свидетельство пилота ATPL и могут выполнять функции второго пилота на коммерческих воздушных судах. Как вы можете узнать, подходит ли вам программа ATPL? Она то, что вам нужно, если на эти фразы вы можете ответить, утвердительно. Вы всегда знали, что карьера пилота авиации является целью вашей жизни. Вы понимаете, что обучение в сфере авиации требует времени, настойчивости, терпения и социальной компетентности. Ваш выбор – самолеты Boeing, Airbus или аналогичные авиалайнеры. Вы готовы последовательно строить карьеру, начав с должности первого офицера, с тем, чтобы стать капитаном. Динамичный образ жизни, меняющиеся условия работы и ответственность – это то, что подходит вам как личности. Одним из ключевых преимуществ интегрированного курса ATPL является его продолжительность. Структура программы такова, что студент может получить все необходимые знания и навыки за два года. Процесс обучения студента интегрированного курса ATPL интенсивен, без каких-либо задержек. Обучение начинается с теоретической части. Эта часть курса включает 13 дисциплин, средняя продолжительность которой – 770 часов, включая работу в классе, профессиональные инструкции и компьютерные тесты CBT. Студенты интенсивно изучают теорию с понедельника до пятницы. Начало обучения требует огромного терпения и силы воли, так как студенты за достаточно короткое время должны изучить большое количество литературы и подготовиться к экзаменам. Во время обучения студенты изучают предметы, которые необходимы для того, чтобы стать профессиональным пилотом. После занятий в академии изучение теории еще не заканчивается. Студенты должны работать со специальной компьютерной программой. Там они еще раз проходят, закрепляют пройденный курс теории. Преподаватели следят за тем, как студенты работают с этой программой, так как им приходится сдавать и прогресс-тесты. До начала практических полетов студенты должны сдать школьные экзамены. Проходной балл не менее 75%. После того, как вы сдали все теоретические экзамены, можно готовиться к практическим полетам. Это то, чего вы ждали с таким нетерпением. Наконец-то закончилось изучение теории. Но сколько вы будете летать и как все это будет выглядеть? Неужели вы сядете за штурвал самолета и полетите, как будто это велосипед? Нет, сперва вы будете понемногу привыкать к самолету, летать по нескольку минут и постепенно научитесь летать самостоятельно. Первый самостоятельный полет для пилота очень много значит. Он запоминается на всю жизнь. Первый этап – это визуальные полеты. Во время первого летного сезона вы наберете 87 часов налета. Далее вам предстоит практика полетов по приборам. Это подготовка пилотов для выполнения с соблюдением правил полетов по приборам при сложных метеоусловиях. Пришло время сдавать экзамены в администрации цивильной авиации. Помните, что экзамен вы должны сдать как можно лучше, требовательно больше, чем на 75%. Если вы не сдадите экзамен с третьей попытки, то вам придется повторить курс теории. Так что готовиться надо очень серьезно и хорошо знать предмет, а не только выучить все наизусть. В авиакомпаниях при приеме на работу требуют, чтобы у пилотов по теории АТПЛ было бы 90% и более, так как от этого зависит глубина и качество знаний пилота. В то время, когда экзамены уже успешно сданы, а весна еще не пришла и летать небезопасно, в целях укрепления своих знаний и дальнейшего улучшения вы проведете 37 часов в процедурном тренажере, предназначенном для отработки экипажем процедур подготовки и выполнения полета. Наконец-то пришел летный сезон, которого всегда с нетерпением ждут все студенты. Теперь вам предстоит еще 46 часов полетов по приборам и 5 часов ночных визуальных полетов. Также вы научитесь летать на многомоторном самолете. Цель курса «Взаимодействие членов многоместных экипажей» предоставить студентам реальное обучение в командной работе на многопилотных воздушных лайнерах при условиях полета по приборам. Во время занятий вы научитесь принимать оптимальные решения, выстраивать отношения, распределять задания и пользоваться контрольным перечнем, а также получите навыки взаимного контроля и командной работы в любых условиях полета. Студенты проходят 20 часов теоретической подготовки и 15 часов в комплексном или процедурном тренажере. Поздравляем! Наконец-то вы достигли своей цели и получаете лицензии CPL и ATPL и можете начать свою карьеру. Это означает, что вы можете пилотировать маленький пассажирский самолет до 9 мест или приступить к поиску работы в авиакомпании в качестве первого офицера. Я надеюсь, что наш семинар вам был полезным и мы раскрыли вам процесс обучения, который вас ждет, если действительно решили стать пилотом. На следующем веб-семинаре мы обсудим программу авиационного высшего образования. Если во время семинара вам возникли вопросы, напишите их в комментариях или по электронной почте info.baltyka.com До следующей встречи!